Друзья, сегодня мы хотим предложить вашему вниманию несколько необычных сюжетов. Герой этого сюжета не именитый ландшафтный дизайнер, а одной из наших частных клиенток. Обычная женщина, которая любит свой сад, сама делает свой сад и живет в этом саду. Но мне показалось интересным рассказать об этом саде и об этом человеке. Дело в том, что наша героиня занимается созданием своего сада вот уже 17 лет. И кроме того, что она занимается созданием своего сада, она занимается озеленением территории рядом со своим участком. И это вот уж очень необычно. Я думаю, что ландшафтные архитекторы, ландшафтные дизайнеры, наверное, найдут какие-то моменты, которые могут им показаться самыми профессиональными. Я имею в виду в работе, в ландшафтной работе этого человека. Не будем судить строго. Этот сюжет не столько о каких-то ландшафтных открытиях, сколько о человеке. О том, зачем человеку нужен сад. О том, как сад наполняет жизнь человека и вдохновляет этого человека создавать уют и красоту не только для себя, но и для окружающих людей. Я надеюсь, вам будет полезно посмотреть и приятно. Давайте смотреть вместе. Итак, смотрите. Сад нашего давнего клиента Елены Ворониной. Друзья, у нас сегодня очень интересная и очень необычная встреча. Мы в гостях у нашей покупательницы, которая с нами уже 17 лет. И почти весь ее сад, 80% из наших растений. И вот Елена нас пригласила. Мы ей страшно благодарны и признательны. И сегодня вам показываем этот сад и рассказываем об этой потрясающей женщине. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с чем вы шли в этот сад? Что вы хотели создать? И через 17 лет можете ли вы сказать, что вы создали то самое, что хотели создать? Ну, я что хотела сказать, что сверх ожидания я создала. Это здорово. Я все делала как бы самодеятельно. Вы нигде не учились? Никаких курсов, ничего не было? Нет, 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 нет. Но, в общем, с детства очень люблю растения все, сады люблю, фанатично люблю. Поэтому все всегда смотрю, где, что, когда растет. Значит, с молодости выписывала журнал цветоводства, там мой любимый сад, ландшафтный дизайн, все. Сделала это мой третий сад. И я исходила от места. И все я сады делаю от места. Значит, мне нужно было как-то оформить уже данную территорию, которая бы сливалась с окружающей окрестностями. Площадь у нас какая в саду? Гектар. Гектар. И в двух словах, буквально, где это расположено, территориально? Расположен русский район. Русский район. На берегу реки. На берегу реки. Да. Москва-реки. Да. Очень красивое место, вокруг леса, деревушка, но сад сделан так, что соседей не видно вообще. Да. То есть такое ощущение, что мы в таком райском саду среди леса. Лен, как вам удалось достичь вот этого ощущения, что вокруг никого нету? Ну, во-первых, мы решили сразу загородиться. Но загородиться не от людей, но не от природы. Мы сделали так, обсадили по периметру ограду, где деревьями, где кустами, что, значит, природа вроде как отгородились, а в то же время природа вошла к нам. Вошла к нам. И вот у нас вот река, которая имеет два изгиба, и вот поле, значит, гора с лесом, лес. Это всё входит в наш... Ваш личный участок. Да. Всё, значит, как бы в наш пейзаж. То есть, знаете, вот мы на самом деле с Леной что-то погуляли достаточно много. И я вам скажу, это вот удивительное ощущение. И вот Лена сейчас очень точно сказала. Вроде как отгородились, но вместе с тем сделали так, что вписались в окружающий ландшафт. Я вот скажу два слова. Просто мы тут сидим с краю перед забором. Забор такой металлический, ну, прозрачный, не сплошной. И вот этот забор так засажен растениями, что его практически нигде не видно. Да. И вот вы сказали, что сад делали поэтапно. А какие задачи вы решали на каждом этапе, и за сколько лет вы создали? Ну, мы создали сад довольно быстро. Мы, в общем, я ещё раз скажу, отходили от места. Сад многоуровневый. Нужно было каждый уровень, чтобы как-то обыграть, чтобы это было общее. Потому что я буду подсказывать, чтобы людям было понятно. Потому что он спускается с холма. Тот перепад высот огромный на самом деле. Да, да. И нужно было, чтобы всё гармонично смотрелось. Вот. И эти перепады послужили бы большим эффектом для создания. Вот показать каждое растение. Вот у меня огромное число массовки, которые состоят из Дёрина и Ив. Вот знаете, у меня какое впечатление от вашего сада сложилось? У меня сложилась ассоциация с картинной галереей. И в этой картинной галереи много картин. Ну, тут их, я не знаю, вот я имею в виду как отдельных садиков. Я уже сбилась со счёта. Вот. Большой участок разбит на маленькие территории. И вот ограждением, ну, скажем так, рамы этой картины являются, как правило, Дёрину. Ну, иногда другие растения. Вот. А внутри вот само изображение, отдельная картинка в каждом таком маленьком саду. Вот это была сразу такая задумка сделать такой садик? Ну, у меня сразу было сделать пейзажный сад. И вот вы видели основная территория, у меня пейзажный сад. И потом немножко разделено как-то деревьями, уже именно растениями. Вот стенкой вот этой вот из липы, где-то высокими деревьями, где-то вот с самим ландшафтом. Разделено на другие зоны. И, в общем, у меня и лесок, и футбольное поле, и водоём декоративный. И такая... Огород у вас есть? Нет, огород. И потом такая во французском стиле сад. И приватная зона, и сад плодовый. Я ещё обустраиваю рядом лес и берег. Лена мне сказала, что вот она обустроила гектар своего сада и полтора гектара прилегающей территории. Ну, это, в общем, даже как общественные места. В общем, такой у меня девиз, где мой взгляд кончается. До этого должно быть всё красиво. И знаете, как интересно получилось? Вот весь сад состоит как бы из разных маленьких садиков, и он нигде не просматривается целиком. И взгляд, ну, никуда вот далеко не бросишь. Но так как там, допустим, дом стоит на холме, на возвышении, то из окон дома и из верхней части сада мы на самом деле видим горизонт. Это уже за садом, это уже река и лес дальше. Но так как забор закрыт, полное ощущение, что никакого забора нет, что это продолжение сада, и что горизонт вот он виден. У меня отец был военный, и жили мы в Челябинске, а он работал в Миасе, служил. И на всё лето мы уезжали в город Миас. Ой, это что-то какие края. Вы представляете, в нашем области больше, чем три тысячи озёр. Три тысячи озёр. Причём чистых озёр. Горы у нас невысокие, поднимаются так медленно, все покрытые лесами. Причём деревья у нас необыкновенные. Вот у нас сосны, берёзы. Вот заходишь, чисто сосновый лес. Чисто сосновый лес, и вот в жаркое время напоин сосновый воздух вот этот, и капает вот эта живица сосен, или берёзовый. Ой, а какие у нас луга. Вот обычно горы, знаете, вот особенно вот такое место есть красивое, Сыростан. Там постепенно горы поднимаются, и вот сначала такая сухая трава с чабрецом, запах. Потом, значит, берёзовые леса идут амфитеатром. И дальше там как бы тайга, вот из хвойных деревьев. Ну такая красота. И вот в таком месте прошло моё детство. Садоводством я начала заниматься, можно сказать, с раннего детства. Где-то в 5-6 лет я собирала сухие семена и сеяла их под своим окном. Ну, у нас был такой дом, знаете, немцы строили дома двухэтажные, да? Вот такой, целый такой городок. Маленькие комнатки были, а вот. Вот, и вот, я не знаю, я родилась как, 6 лет прошло после войны. И вот люди хотели красиво жить. Хотели вот обустроить своё жильё. Может быть, не хватало средств, но выходили во дворы, садили палисадники. И вот я помню, всегда кругом росли эти палисадники из календулы, васильков и ещё из космеи. И они росли, потом семена обсыпались. И на следующий год опять вот эти вот замечательные цветники. Кстати, я вот такой хочу цветник сделать себе. Советский такой. Советский, да. Там был забор такой и ворота почему-то. И в воротах стояли такие, ну, претензии на роскошь, что ли, такие вазы каменные. И они просто стояли и стояли. А я натаскала туда земли, посадила нас в Турцию. Мама кричала из окна, сейчас вы, это, слезь сейчас же, разобьёшься. Но у меня росла нас в Турцию, а я по забору залезала. А вот когда вы создавали свои сады, ну, допустим, этот сад, да, у вас был вот какой-то образ, вот вы знали, что вы создавали? Сад, который что? Что-то напоминает? Значит так, я всегда иду от места. Вот у меня было место, красивое место, мне нужно было слить его с природой, как-то усовершенствовать, украсить, и чтобы оно гармонировало с природой. Значит, я ехала, когда сюда на участок, я всегда смотрела, что растёт. Вот, и выросли, кстати, у вас. А, извините, перепью, вы не сажайте здесь в Турцию, потому что они здесь не растут, они, ну, не отсюда, они по духу другие, да? По духу другие, но у меня есть места, европейские места в саду, там уже есть в Турцию. Но главное у меня, это пейзаж, пейзаж, созданный из наших растений, в основном ивы, ивы. Мне нужно было укрыть вот эти крутые склоны, я не надеялась на траву, мне казалось, что это, я не смогу справиться. Перепад высот, вот тут насколько крутые склоны, я смотрю, метра, наверное, на два есть, да? Ну, посмотрите, там разные, вот, есть очень крутые, вот, и тоже, я думаю, чтобы оставаться, и что-то росло, думаю, здесь мне помогут кустарники тоже, тоже кустарники. То есть второй этап, вы засаживали склоны, склоны, ну, я, да, я, склоны, да. И создавали какое-то такое зонирование сада, да? Зонирование, да. Вот. Место было очень открытое. Извините, а это зонирование складывалось само собой, вот ландшафт такой был, или вы думали, вот здесь у меня будет зона там... Само собой, как место подходило, под это место я и делала, вот, чтобы был, чтобы был и смысл, и логика какая-то, ну, не смотрелось нормально. Место было очень открытое, ну, на солнце, да, ну, ничего не росло, одна береза. И я решила посадить лесок. Прям лесок сразу? Лесок из ваших растений. Ну, лесок такой не дремучий, я высчитывала 4-6 метров от дерева, да, и засадила его липы, и ивы. Потом посадила несколько крупномеров хвойных, чтобы они так смотрелись, и, значит, и там бузины немножко, ну, в общем, вот так, липы, и... Ну, лесополоса, даже такой, как бы, лесочек. Он у меня выполняет три роли. Он у меня закрыл другие дома от меня. Такое впечатление, что мы здесь... Соседи, да? Соседи, да. А вообще-то мы в деревне сейчас. Да, у нас. Вот, и, значит, первое. Второе, отдых, тень. И третье, созерцание пейзажа. Чтобы, вот, например, осенью, или даже в любое время года, чтобы разные листва, разные габариты деревьев. Вот это вот впечатление. Я еще читала такие книги, как англичанина Брукста. Брукс. И вот мне понравились его идеи, я даже видела его с ней. А какие конкретные идеи у Бруксова взяли? Природа, слияние с природой. С природой, да. И я как-то решила слить свою с природой. Вот у меня изгородь, вот, изгородь разделяется, вот, разделяет, да? А что от чего? Не разделяет, а отделяет. А что от чего? От внешней земли, не моей земли. А, понятно. То есть там уже не ваша территория. Да, там уже не моя территория. И в то же время он играет род слияния с окрестностями. Да, он сливается и с лесом на пригорках, и с полем, и с рекой. Понимаете, вот, разделяя, он и соединяет с окрестностями. Потом, значит, конечно, меня, конечно, где я возьму растения? Где я возьму столько растений? Причем мне растения нужны были именно этой зоной. Я нашла вас. Как я нашла вас? Я читала, раньше информация не была так распространена в интернете. Был журнал, ландшафтный дизайн. Мой прекрасный сад. Мой прекрасный сад. И там я увидела. Я стала искать ваш питомник. Приехала в Спасвилке. Конечно, знаете, меня просто, я так вдохновилась с вами. И так меня эти поразили, вот, стройные шеренки деревьев, красивых деревьев. И там были и черевуха, и рябина, и ивы, и липы. А какой персонал! Это душевный персонал. Это вот они подходят к тебе, как к родной. И вот до того, вот, мне вот понравилось и отношения. И они мне видели, что я как-то серьезно отнеслась. И я говорю, нет, я не могу сразу купить. Я должна подумать. Я уехала, и раз за два-три приезжала. Я выбирала в каталоге, я выбирала на полях. И вот я выбрала очень много деревьев. Я выбрала сначала вот осенних деревьев, таких, между крупномерами и такими, да? Среднего размера. Среднего размера 100 деревьев. Я такой человек, что куда мой взгляд упирается, должно быть красиво. Я должна украсить была и берег, и расчистить соседний лес. Из черенков, из ваших же черенков я получила очень много материала. Я вот ничего за Игород, я ничего не покупала. Вот. И я еще там вот сделала дизайн как бы такой. Здесь было все дико. Здесь, чтобы спуститься к реке, люди спускались, положили шины автомобильные, спускались. А мы сделали лестницу, я украсила лестницу. Вот сделать такой сад, надо быть фанатиком. Да, это правда. Вы знаете, и потом из биографии вот наших таких ведущих ландшафтников, я призвала, что они все такие. А вы читали много биографий ландшафтников, да? Ну просто я, ну они рассказывают уже про себе, видео смотрю. Кто он запомнился из ландшафтников? Значит, откуда я много чего так подчеркнула, это Александр Гривко. Я в этом году была в Волосаду. Были, съездили. Понравилось? Я скажу. Значит, очень богатый сад. Красота на каждом, значит, повороте падать надо. Падать от красоты. Ну я думаю, что ему надо было площади, ему 4 гектара надо было площади сделать. Вы знаете, я вышла, мне было тяжело от красоты. Вы были переполнены. Тяжело от красоты. Мне нравится Сапелин. Он такой, как бы сказать, он профессионал. Да, конечно. Он профессионал. Вот. Я его раньше и статьи читала в журналах. И Лена Константинова. Вот. Ну это все звезды наши. Да, это все звезды. И вот эти звезды, я поняла, у них увлечение с детства. Тоже с детства. Да. Вот у Александра Гривко с детства, вот Сапелин говорил о себе, вот Елена, но она вообще молодец, она в ботанических салатове МГУ работала. Вот. Это, конечно, мало научиться. Надо войти в это, надо жить этим. Понимаете, надо жить этим. Я вот из этих. Конечно, у меня скромное все, я родиться от сделала. И так, не знаю, самодетели. Но. Слушайте, но все равно это очень здорово. Вы нашли свое место вот именно среди этих людей, да? А что вы взяли от Гривко? Какие моменты? У него тоже сад на склоне. А. То есть вы рассматривали сад на склоне и учились тому, как мастер работал с высотами, с перепадами сад. Не понимаю, что лестница, садим растение, вот что-то. Но я ничего не скопировала, я все сделала сама. Все сама, ни к чему. Но вы вписали в свой ландшафт? В свой. Сделали с вами. И по-своему. У него очень дорогие растения. Он взрослыми садил. Ну, понятно. Ну, я взрослыми садила только сосны. Вот. Вот, конечно, еще вот в советское время, раньше как-то не было распространено. Нужки-то пар, как были дёрень, да? Но еще вы меня потолкнули на дёрень. Когда я приехала, увидела у вас там жёлтый дёрень такой роскошный. Сначала я ведь перед этим, я двум заказывала проекты. Ой, интересно. И ни один мне не подошёл, я не стала ни один садила. Ну почему, что не понравилось? Да вообще ничего не понравилось. Вот, не понравилось, вообще не понравилось. В итоге вы стали делать то, что вы хотите сделать сами. Я думаю, нет, буду сама. А вот вы сами, может быть, сделали какие-то ошибки, которые потом пришлось исправлять. Или не исправляли, но вот вы теперь знаете, что вот так делать не надо. Ну, допустим, где-то посадили, растение разрослось, дорожку закрыло. Вот такие моменты им всегда очень интересны. Вы знаете, я не сделала ошибок. Да вы что? Нет. Вы крутая. Вы знаете, вот были у меня плоские такие поверхности, на них я посадила сад, насадила огород, потому что нужно было свет равномерно. А что у нас в богороде растёт? Всё. Я выращиваю все овощи на зиму для себя и для своих семей, четверо внуков. Вот, да. Порощу и всё. И огурцы, и помидоры, и свёклу, и морковку, и картошку, и капусту не стало вращивать. Вот. А плодам саду? Вот плодам саду, что у вас растёт? В основном яблоки. Яблоки. Вот вишни, как-то можно. Здесь сложно всё. Потом у нас туманы большие. С колечком здесь очень сложно. Вот. Голубика в прошлом году хорошая была. В этом году у меня там стройка. А голубику сажали, как расскажите? Вот вы кислые, кислые почвы? Ну, просто кислый торф. Накидала туда деревяшек. Сначала обсыпала ванну, это яму, дно серой. Закрыла этим полиэтиленом. Ну, вот так. Засыпали серой, закрыли полиэтиленом. Серой на дно. Так. Потом насыпала кислый, прям кислый торф. Полиэтилен остался? По стенкам. По стенкам. А, чтобы гравиться. Понятно. Вот. Потом, значит, я натаскала хвойные, хвои, иголок, деревяшек. Вот так. В прошлом году был урожай так вот. Хотя недавно я их посадила голубику. Вот. Мне, конечно, вот сейчас я хотела ядные хорошие кустарники еще развести. У меня даже куры здесь есть. Господи. И бройлеры мы люди выращиваем. Много? Много. И, в общем, знаете, мы не заголодаем. У нас только хлеба. Хлеба нам надо. Икру. Ой, господи. Вот. А вот смотрите, у вас сад гектар, да? Как много народу ухаживает за садом? Ну как? Ну, моя голова икруки. Три человека. Три человека садуга, да? Так у меня гектар. У меня еще... Да, понятно. У меня еще полтора гектара вокруг. Вы за ними тоже ухаживаете? Тоже ухаживаете. Вы за ними считаете два с половиной участка? Два с половиной гектара. Так же ухаживаем как за. А вы их, непосредственно, начальник и контролер, и, собственно, задание раздается. Я все. Я все. Ну, понимаете, люди из другого мира. У них другие растения растут. У них другие совсем привычки выращивания. Вот. И поэтому я каждое действие расписываю. У меня там от тетрадок уже. Да вы что? Да. И вот я хочу сейчас написать вот просто... Технологические карты. Общие как-то, общие написать. Вот морковка, вот свекла, вот это. А то я пишу так. Двадцать второе число. Первое. Погасить газон. Второе. Пролить цветы, там, гортензию. У вас просто в мини-предприятии наряды раздаёте, да? Я просто даю эту, эту. У меня старший есть. Даю тетрадку. Причём, мне же надо знать там, например, я говорю, гортензию, розы, остельба. Они же должны знать эти названия. Они по себе старший знают. Вот. Сначала я, знаете, как работала? Я всех их брала и шла, и показывала. И старшему так делать. Я написала тетрадку. Я беру, иду и показываю. Вот это, 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 это. И читай тетрадку. Он прочитает. Я говорю, тебе всё понятно? Всё. Если что, мне нет, звони. Вот так. Потом это же надо, понимаете, ещё надо запастись всем. Мне же нужно запастись, принести все удобрения. От болезней, от вредителей, всё вот это. Это же надо везде всё закупить. Понятно. Ну, собственно, это у вас такая работа. И вы как головной менеджер организуете процесс. Да, инструмент у нас профессиональный тоже. Вот, вот встаньте на моё место. Встала. Вот сюда, вот сюда. Вот видите там поле. Да, 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 да. Да? О, смечательно. Вот это сосна разрослась. Река делает поворот. Она два поворота делает. А вы сделали, повторили этот поворот в ландшафте. Мне очень нравится, что у вас дорожка, по сути, по сути, по рации, по крайней движении реки. Да, вот этот плавный изгиб реки, плавный изгиб дорожки. Это так здорово вписывается. Когда я начинала вообще вот сделать свой первый сад, я знала только три правила. Правила, что дорожки нельзя делать прямо. Давайте запоминаем эти правила, да. Да. Дорожки нельзя делать прямо. Что красота должна смотреться на расстоянии. И что в дизайне должен быть повтор. В растениях вот это. Вот три я знала. И вот на этом я... Тем более у вас достаточно крупный участок. И достаточно крупный участок очень важно объединить вот этими повторами. Повторами, да. И вот посмотрите... А расскажите, вот расскажите, повторы, что у вас здесь повторимете. Расскажите, пожалуйста, про этот сад. Ну вот даже вот дерен, да? Вот дерен идет здесь, и еще у меня дерен там, вот пестрый. Ага, допами. Я так подозреваю, вот эти вот илые черемухи, которые мы видим, это все высажали уже, да, за забором. Да все, там ничего не было. Там все было. Там посмотрите. Вот, и вот знаете, и самое-то главное, вот давайте вот так замолчите. Слышите, что у меня есть? Птица. Такая тишина. Никого. Вот вы знаете, вот такое удивленное место, вроде рядом от Москвы, а редко встретишь такое удивленное место рядом от Москвы. Вот там немножко проедешь, там мост, там столько всегда купается, столько народа. А здесь никого нет. А вот этот пруд, да, вы его строили, здесь никакой воды не было? Сами сделали, да, там у меня нимфеи растут. Кстати, вот у вас достаточно большие пространства к газонам. Как вы к газон вообще относитесь? У меня был газон очень хороший, газон, сеянный газон. Ну, представляете, сколько сюда надо было растилочного, это же ужас, это же миллионы. Мы покупали, я покупала датские семена, прекрасный газон, и в одно время, у меня не было работников, в одно мы запустили газон. И сейчас я не обращаю внимания на страницы, я просто стригу и все. Ну да. А вот посмотрите, вот это моя любимая пива на нас. Вы посмотрите, какая. Я бы здесь рыла большую яму, и здесь много чего внутрь положено. И вы их жестко стрижете? Стрижем, два раза. Дерны стрижем, сил нет. Раньше три раза дерны стрижем, сейчас один раз в сезон дерны стрижем. А и вы стрижем два раза. Вы эти дерны режете каждый год, да? Ну вот у нас дерны, вот здесь внизу. Вы их режете каждый год? Да, один раз в год. То есть практически от основания, да? Нет, одну треть. Одну треть. Лиз, покажи, пожалуйста, как красиво выглядят дерны. А в начале, когда посадили, раза два мы срезали прямо на пень. Да, вот смотрите, я бы хотела это прокомментировать для наших зрителей, слушателей. Очень красиво это смотрится, потому что длинные, мощные однолетние побеги. И обратите внимание, здесь все массивы деренов, они сделаны, что называется, однолетними побегами. Когда у вас растения молодые, вы срезаете практически на пень, и вы получаете достаточно высокие однолетние побеги. А когда у вас растения взрослые, вы срезаете, ну, треть оставляете, да? Но корни уже мощные, они выгоняют мощные однолетние побеги, и посмотрите, какая красота. Если такой жесткой обрезки не делать, вот это вот колыхание однолетних побегов, их не будет. То есть картина будет не такая романтичная, не такая живая. Ну, картина великолепная. И вот это великолепие создано длинными, мощными однолетними побегами. Берите их на вооружение, это очень классный прием. Хочу сказать людям всем, посадить можно. Надо ухаживать, ухаживать, ухаживать. Понимать, что нужно растению, когда-то его подбодрить удобрениями, когда-то побороться с там, с родителями, с болезнями. В общем, относиться... Как к детям. Как к детям, да, как. Итак, мы на огороде. Разгажите, как устроен ваш огород? В общем, само место просилось под огород. Вот нашлось такое ровное, хорошее место. На солнышке. Да, солнце, и вот я решила сделать огород. Ну, все выращиваю. Выращиваю и свеклу, и морковку, и помидоры, и огурцы, и редиску, и картошку. Все. У вас здесь гляда сделана, да? Да. Вешаем ловушки, много попадается сюда всяких мошкары. Но все очень живое, очень такое неповердимое. Вот у нас в этом году очень стройненько помидорки. Мы с пасынками воюем. И у нас вот так вот. Вот этот куст такой вот. И еще будут, видите, еще зеленые. Да, да, да. Красота. Есть артисты второго плана, есть первого. Так вот у меня Дерин, такой артист второго плана. Он так создает мне массовка. Вот эта массовка у меня большинство вот из Дерина. Немножко пузыреплодника. Да, включение. И разные Дерины. Мне очень нравится, тоже, Лизочка, покажи, пожалуйста, как сформированы клены Генала. А с той стороны лучше. Это просто произведение искусства. То есть каждый год вы чистите ноги, вы сформировали его на нескольких ногах. И вот смотрите, друзья, каждый год ноги чистятся. Так как деревья уже большие, они чистятся уже под метр восемьдесят, да. Вот, и кроны, я так понимаю, подрезаются по периметру, да. Один раз в году. Подформируются. Один раз в году, весной. Получается вот такая вот красота. Я разделила вот всю эту площадь, вот эту основную, боярышниками. И как бы, понимаете, вот я люблю какую-то интригу. Вот шел-шел, раз увидел, да. Ага. Вы шли-шли, вот увидели такой цветник, да. Ага. Здесь у меня с весны до осени начинается печеночница, начинается потом манжитка зацветает, там разбитое сердце. Потом у меня та волга, такая вот, волжанка. А сейчас у меня вот расцвела гортензия, и сейчас семицефуга будет белая. Смотрите, здесь у меня склон, но он более пологий, чем там. И вот, значит, дерен растет, потом я сирени посадила. Потом, и вот сирени, весной сирени у меня здесь царствуют. Потом, значит, у меня розы расцветают. Нет, сначала пионы, потом розы, потом у меня лаванда. Лаванда прекрасно себя чувствует. Очень хорошо, синяя-синяя. Лаванда, и завершает, как говорится, этот летний пир гортензии. Как красиво это осенью. Представляете, это золотое, желтое. Это яркое, это красное, зеленое, желтое, серое. И все сочетается, и это все мое. Как у вас в тайге в детстве, а? Разноцветие красок осени. Да. А у меня все растения к месту. Я не могу посадить даже самое красивое растение, если оно мне не идет. Не идет. Я больше не как коллекционер, не больше как любитель, а как больше любитель ландшафт. Как художник. Как часто сосны формируются. Какие? Вот эти? Да. Весной стрижем, и все. Этот прирост. Прирост оставляем одну там треть, одну четвертую. Пасконник. Пасконник. Как я люблю пасконник. Пасконник очень благодарный, простой цветок. А вот расскажите, вы говорите, что прежде чем посадить, нужно знать свойства растений. Вы читаете о растениях, слушаете, где берете информацию? Ну, вообще, вы знаете, я вообще интересовалась всеми растениями, там, дикие, садовые. Вот, например, я сейчас не могу рассказать про все деревья, но про какие-то деревья я прямо вот... Вот сосна. Вот я читала все про сосну. Вот ива. Причем это я, вот знаете, вот прямо в молодости, у меня еще и сада не было. Мне было интересно свойства каждого дерева. Вот такая стена липовая, красивая. Она какую функцию выполняет? Она у меня выполняет такую функцию. Это как бы интимная, приватная зона для всей семьи. Там у меня бассейн. За ней, да? Да, за ней бассейн. И в окружении вот этой стены находится плодовый сад. Как-то немножко огородить зимой, вот от ветров, от морозов. Ну, сделать такой микроклимат, чтобы создать. Да, микроклимат, да. И, кстати, это я подсмотрела. В Канаде делают так. Садят деревья, выращивают. В тетрадке задания. Ух ты! Это задание для ваших работников, да? Все. Ну, мне кажется, не надо это показывать. Почему? Вы все этого, знаете... Нет, это очень интересно, что вы все планируете, все людям объясняете, все записываете. Да, у меня все-все, видите, все отчеркнуто, все это. Лена, я вам как человек, работающий со словом, хочу сказать, я считаю, что писать крайне важно. Одно дело ты сказала. Конечно, конечно. Ты записал, сказал, вот ты видел, вот это вот, пожалуйста, сделай. И никогда уже человек не откроется, потому что он записывается. Да, 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 да. Все понятно. Садовый кабинет. Здесь у меня и стол, и все. Ваше рабочее место в саду. Да, но я здесь не сижу. Я дома пишу, потом приведу. Болезни и вредители. Правильная книга на столе. Мне так нравится, как у вас все хранится. Такой порядок, слушайте. Теперь смотрите, вот этот вот работает. Ой, отыдник какой шикарный. Я закрыла склоны, ну никак, не буду же я траву сеять, которая не будет. А вот как хорошо работает здесь виноград. А понимаете, он сейчас немного пройдет время, осенью он будет красный. Это будет шикарно. Причем оцените, коллеги, друзья, кто смотрит, это общественная территория. Общественная территория. То есть человек вот это вот все сажает для всех. Для всех, да. Вот эти все красоты. Причем, вы знаете, это очень легко размножается черенками. Сколько лет вот этот затягивался склон? Ну, склон, ну, я не знаю, он давно. Давно? Ну, лет шесть, может быть. А посмотрите, у меня какой огромный цветник. Вот начинается. Да, потрясающий. Вон там люпины начинаются у меня, значит, ранним летом. Потом вот так все идет, идет. Потом у меня там волжанка, потом у меня там всякие шалфеи. И вот такая красота. Вот знаете, такое все. Слушайте, но там же полоть надо. Это вы все еще не полите? Нет. А что там полоть? Они так посажены. Они же посажены плотно. То есть там в этом не полится. А посмотрите, какой клен я посадила. Посмотрите, какой клен. Прекрасно. Вообще нет мучнистой росы. Мучнистая роса на дубах, посмотрите. Нет, на дубах есть. Это я увидела. А на клене нет вообще. Такой неприхотливый цветник вообще ничего не делает. Так, давайте людям расскажем, из чего нас состоит такой неприхотливый цветник. Так, ну, конечно, котовник. Он второй раз зацвел. Манжетка, она уже отцвела. Манжетка. Теперь вот это рудбеки. Чтобы разорцел второй раз, вы его посрезали. Да, рудбеки. Вот она разных цветов. Потом, знаете, назывался в детстве золотой шар. Да, да, да. Вот, это тоже какая-то разновидность рудбеки. Вот. И потом и валисный бузульник, да? Бузульник и валисный. А вот это вот еще какая-то розовая, забыла, как называется. Ну, в общем, вот это все вот так вот намешано. Еще тысячелистник здесь был. Сейчас уже все. И вот это еще пасконник там выглядывает. Пасконник шикарный, шикарный. Выглядывает. И вот эта вот красота. Причем она держится уже так давно, и ничего с ней не делается. Слушайте, а вот люди ходят мимо, да? Рудят. Топчут, как? Ничего не ходят, не рвут. Не рвут. Ага. Здесь мало, вот ограниченно ходят. К реке проходят, купаются все. И никто ничего не трогает. Не трогают. Дикий восторг. Мы за территорией усадьбы. Мы в общественном пространстве. Мы спускаемся к реке. Вы посмотрите на эту красоту. Что сделано со склоном. То есть девичий виноград, ива, все. Лена, расскажите, как это появилось. Значит, здесь был склон. У меня внуки катались с горки. И нужно было как-то загородить, чтобы они туда ехали. И здесь мы так небольшой склон сами сделали. А потом я смотрела, смотрела. То есть этот склон насыпан руками. Да. Не катаются, ничего. Мы тогда купили землю, рыли фундаменты. И много земли у людей было, да? И мы эту землю забирали. И вот здесь сделали насыпной склон. Это вообще склон насыпной, маме? Насыпной, насыпной. Это сумасшедший труд вообще. Ну, там, наверное, месяца полтора-два возили только эту землю. Потом я... Пойдемте. Пойдемте. Вот так вот, смотрите. Потом я насадила сюда ивы. И который у меня выращен из черенков. Вот это дадин ив. Вот это маленькая моя любимая... Это ива. Пурпурная нано. Пурпурная нано. Вот. И вот получился такой эффектный... Вы еще и дорожку сделали. Конечно. Причем она очень качественно сделана. Очень качественно сделана. И причем она такого цвета теплого. Такого солнечная дорожка такая, да? Тут не 10 метров этой дорожки. Люди купили материал и сделали дорожку для всех. Для всех, да. А дальше просто какой-то общественный парк открывается нашим узором. Пойдемте. В памяти Божова. Есть серебристые, белые серебристые. Ну, просто порезали. Они, да. Они изначально всегда резались. И вот, знаете, я заметила, они такие, знаете, мощные и такие устойчивые. И они капитальные. Вот какие-то из них получаются капитальные шарики. Ну, правильно. Это потому что крупномерные ивы. Вот смотрите, что у нас получается. Вот этот вот бордюр из ив. Это все крупномерные ивы. Памяти Миндовского, памяти Божова. Ну, и там какие были, да? Серебристые. Белые серебристые. Они все резались на пень. Сразу. 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 Они из черенков выращены. Черенками посажены. Черенков выращены. И вот так вот они вот у меня находятся. За сколько лет сформировалась вот такая розетка веток? Ну, она стрижется раза два. Стрижется в сезон. Раз в два в год. Ага. Ну, это, конечно, фантастическое зрелище. Фантастическое. Лет 12-15 так. Фантастическое. Вот, знаете... И дальше вы тоже предполагаете их резать? Всегда. Режете где-то треть убираете кроны, да? Треть убираю, да. Треть убираю. И летом еще раз? И летом еще раз, да. Это все общественная территория? Это все общественная территория. Пойдемте, я вам покажу вид, какой снять. У меня нет слов. Я впервые такое вижу. Чтобы вот так обустроить общественную территорию, а потом еще столько на ней работать. Видите, огромные ивы резать по два раза за сезон и создавать эту красоту. Я просто снимаю шляпу. Элен, пока Лиза снимает чудный поворот реки Москвы, вот я не вижу отсюда... Это что, ивы вот так вот со склона спускаются, шарики такие, овалые? Да, это ивы. Тоже стрижены ежегодно ивы. Да, и потом за ними по-другому стрижены, больше пучины. Вот эти вот ивы, как вы сказали-то, шаровидные тоже. Да, да. Она тоже шаровидная. Да. Вот. Понятно. Вот так вот посажены, и виноград. Слушайте, я думаю, с соседем-то через реку одно удовольствие смотреть на эти холмы. Да, мы специально ездим, чтобы посмотреть на нашу сторону. Очень красиво. Вы ездите через речку? Да. Чтобы посмотреть на свои сады? Да, ездим, да. Очень красиво. И я вижу недостатки некоторые оттуда. Какие? Ну, я не скажу. У меня там хозяйственный сарай стоит, его видно. Надо будет его виноградом закрыть. Надо там виноградом закрыть. А посмотрите, вот красно-листная... То есть вы сделаете еще вид для тех соседей. Обязательно. Лен, я вот смотрю, все это резаное, стриженное. Огромное количество обрезки. Куда вы деваете все, что обрезали? Обрезку мы измельчаем. Да ладно? Да. У нас есть такие приборы, мульчители. Мощные, да? Мульчуры. Ну, не очень мощные. Но мы долго измельчаем и используем как мульчу. Здорово. То есть безотходное практически. И что-то в компост. Что-то в компост. Вы приехали из питомника ко мне. Очень приятно. Да. Меня Ирина зовут. Меня Наташа. Вот мы, Наташа, вас тоже в наш фильм включим. Мы пишем фильм о саде Елены. Для сайта своего питомника. Понятно. Скажите, как вам гуляется в этом вот саду? Ой, вы знаете, как в раю. Да? Это рай. А это наша благодетельница. Это ангел в этом раю, да? Да, да, да. Слушай, ну это потрясающе. А как люди, которые живут здесь, относятся вот к тому, что... По-разному. По-разному, да? Есть люди, которые действительно понимают, что сделано для них. Ага. Люди, понимаете, потребители. Просто. Ну, как и в жизни. А каких больше людей? Я думаю, те, которые благодарят. Елен, ну как ни грустно. Надо расставаться. Друзья, мы тут провели целый день. Я вас хочу поблагодарить за ту работу, которую вы делаете вообще для людей. Не только для себя, но и для людей. Потому что, ну, это огромная работа. И, ну, и вы, и муж ваш, который за это платит, человек огромной души. Дай бог вам сил и здоровья. А все люди, кто видят это, будут вам искренне благодарны. Низкий вам поклон. Спасибо. Я делаю это без никакого, без всякого напряга. Я делаю это с большим удовольствием. Мне вообще хочется украшать любые пространства. Вот сейчас я это кончу. Мне что-то еще надо. Понимаете? Вот мое, не мое. Это мне все равно. Лишь бы красиво было. И люди смотрели, радовались, и я радовалась. Вообще это воспитывает людей. Да, друзья мои. А я вам хочу пожелать, чтобы у вас внутри, в душе, тоже жила вот эта страсть делать этот мир прекраснее. И тогда не важно, сколько нам с вами лет. 25, 60, 80. Мы живем в красоте ради красоты. И это вдохновляет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok